Накануне мы встретились с теперь уже победителями на выборах в областное собрание депутатов. Они, как и другие избиратели, пришли, чтобы воспользоваться своим правом выбора. Виктор Казаринов на избирательный участок приехал с дачи, а Александр Дятлов голосовать привел всю семью. Александр Дятлов на избирательный участок в школе номер 29 пришел вместе с женой Юлией и детьми. Политик с опытом сетует на низкую явку избирателей, ведь с власти, по мнению Александра Дятлова, можно спрашивать только тогда, когда именно ты эту власть выбираешь. Легитимная власть, она является, когда пришло максимальное количество избирателей, там, ну, 80%, 90%, и 90% за тебя и проголосовало. Тогда ты можешь говорить, что ты народно избранный мэр, губернатор, депутат и так далее. Наверное, считаем это своим долгом, первоочередным. А дача, я считаю, подождет. Мы граждане этого города и, в принципе, его судьба в наших руках. Проголосовал накануне и еще один депутат областного собрания пятого созыва, северодвинец Виктор Казаринов. Его избирательный участок находится в школе номер 30. Даже несмотря на развернутую торговлю выпечкой и концерт, людей здесь также немного. То, что касается избирательных участков в моем округе, все хорошо организовано. И музыка, и пирожки, и, значит, какие-то выставки. Но будем надеяться, что все-таки основная масса наших избирателей подъедет уже ближе к вечеру. Однако и к вечеру процент явки значительно не увеличился. Стоит отметить, что в своих областных избирательных округах Александр Дятлов и Виктор Казаринов набрали чуть менее 77,45% голосов соответственно.